В небольшом, но уютном сквере, что напротив дома номер 6 по Ильинскому шоссе, будет все необходимое для отдыха или ожидания транспорта – скамейки, дорожки и зеленые насаждения. Парковать свой транспорт рядом тоже никто не будет. Для автолюбителей, следующих из города в столицу на электричке и водителей маршрутных такси, чуть дальше строится новая парковка на 200 машин и мест. После того, как здесь ликвидировали 60 тракушек, места достаточно. Размечен паркинг, автобусы и маршрутные такси, которые сейчас располагаются рядом с подоземным переходом, в соответствии со схемой движения, расположения транспортных средств, будут размещаться на этой парковке. И, как мы с жителями договаривались, они не будут ночами, и особенно зимой, не выключая двигатели, портить воздух и так напряженным проживающим здесь жителям. Машины, которые будут стоять здесь, они будут и, конечно, машины жителей, и те, кто будет пользоваться перехватывающей парковкой. Как пояснил Павел Стариков, платить за место не только на этой, но и на всех городских перехватывающих парковках жителям не придется. Уже существующие будут работать лишь до истечения срока действия договора аренды. Все парковки сейчас подвергаются ревизии. С точки зрения того, насколько они законны и какой срок, если законно, и получили соответствующие разрешения. Все это имеет срочный характер, то есть, когда срок разрешения будет завершен, новых продолжений не будет. Ежесезонного подтопления этой территории тоже больше не будет, говорит мэр. Поможет реконструкция ливневой канализации. По словам главы города, важно, что обсуждение проекта изменения облика площади происходило совместно с жителями. А сейчас за тем, как осуществляются работы, следят кураторы программы «Город для людей» – представители общественности. В чем задача? Общаться с жителями, собирать их предложения, обобщать, доводить до главы. Значит, поступает за это время не очень-то большое количество звонков, но они есть. Обращаются люди и по состоянию дорог, и вот по этой парковке тоже самое. По проезду сейчас по дублёру Ильинского шоссе вдоль первых корпусов 11, 13, 15 я до главы довёл, как бы это решение будет принято. Глава города остался доволен темпами и качеством работ по реконструкции территории. А полностью благоустроить этот участок запланировано уже к сентябрю. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Бустрова, КРТВ.